Айболит пишет. От каких факторов зависит ожидаемая продолжительность жизни? Почему в СР-80-е годы была такая низкая продолжительность жизни, 63 года для мужчин? Почему этот показатель фактически не увеличился за 20 лет в середину 60-х годов? Это как-то связано с выбытием поколения из войны. Это связано только с одним фактором, по большому счету, это связано с пьянством. Это связано, с одной стороны, с пьянством, а с другой стороны, с хроническим недофинансированием медицины. То есть у нас, начиная вот примерно с 60-х годов, начинается хроническое недофинансирование медицины и образования. То есть, как ни странно, Сталин как раз отлично понимал. Ну, медицину, ладно, как говорится, с медициной там все было плохо, скорее пик советской медицины как раз в времена Хрущева. А вот роль образования Сталин понимал отлично, и в нищей стране действительно строилась хорошая образовательная система. Это правда. То есть, ну, понятное дело, что там со всякими, только в точных науках, естественно, в гуманитарных науках у нас образование всегда, значит, при советской власти, и после нее было дерьмово. Но в точных науках при Сталине строилась реально хорошая система. Вот все эти гимназии, которые пытались копировать, еще царские гимназии, ну, правда, на этот раз для всех, что, конечно, девальвировало смысл гимназии как таковой, но, тем не менее, там было, конечно, хорошее качество образования. Они пытались при позднем Сталине, именно при позднем. Это началось вот уже на фоне атомного проекта, когда, ну, и других проектов, когда стало понятно, какую роль имеет образование, ну, там, элементарная обороноспособность. Это вот началось примерно с 47-го года. Начали строить действительно хорошую систему образования, на самом деле хорошую. Вот, ну, и тогда же, собственно, значит, взлетает вот звезда МФТИ, который должен был стать там русским MIT, и эту идею, в общем, зарубили при Хрущеве. То есть он стал русским MIT только, значит, наполовинку. А изначально план были именно такие, когда строились вот в Долгопрудном его, значит, корпуса, это был именно вот план создать такой университетский город, особый, элитный. Ну, потом это все во многом зарубили. Ну, а тем не менее, да, вот при позднем Сталине, действительно, если и было что-то хорошее при нем, да, строили хорошую систему образования. И во многом, как бы, на ней потом союз уже там при Брежневе, да, выезжал, хорошие математики и все такое. А потом это все деградировало. Вот, что касается продолжительности жизни, да, просто много пьянства и недофинансирование, значит, медицина хроническая тоже. Ну, оно было, конечно, у нас всегда, но вот единственное, что при Хрущеве пытались как-то действительно обращать на это внимание, но вот, в общем, после Хрущева сразу на это и забили. Такие дела, такие дела. Ну, да, алкоголизм, само собой, это страшный бич. Сегодня алкоголизм, конечно, даже близко не достигает тех масштабов, каких он был там еще в начале 80-х годов. То есть, тогда пили в таких масштабах, что сегодня это просто, ну, даже уже сложно представить. Сегодня такое пьянство, оно остается только в каких-то депрессивных райцентрах, да и то, в общем, его довольно сложно найти. А тогда пили, ну, какие-то совершенно фантастические хроники. Админ, а ты хоть из МСК выезжал, алло. Да, да, интересно. Это, наверное, к теме про алкоголизм. Естественно, я же говорю, что в провинции легко найти города, где пьют, ну, примерно в тех же масштабах. Но ничего подобного тому, что было. Ну, это, в общем, легко, там, не знаю, посмотрите какие-то мемуары, там, фотки, когда в субботу буквально там на улицах в огромных количествах валяются люди. Просто валяются люди, ну, вот тупо. Как бы не самый бедный город какой-нибудь там, шахтерский, например, да. И просто вот, ну, шахтерский, ладно, шахтеров очень много получали. Это может быть редкость. И какие-нибудь города в центральной России буквально валяются люди просто вот, не знаю, на дороге элементарно. В воскресенье, в утром. Да, и массово вот так. Вот, сейчас такого, в общем, уже довольно сложно найти. Да, то, что пьют, ну, да, конечно, там можно в Москве поехать. Как бы, в Кунцево и посмотреть тоже там пьяных людей где-нибудь в пятницу вечером. Но вопрос в масштабах. Слушайте, ну, в Великобританию можно приехать и увидеть там столько пьяного быдла где-нибудь там в пятницу вечером или в субботу вечером. Сколько у нас, по-моему, вообще никогда не было. Но, опять же, вопрос в том, насколько это распространено и какие масштабы принимает. Конечно, сегодня это даже близко не принимает тех масштабов, каких принимало в начале 80-х годов. Вот, а за пределы МСК, да, я бывало выезжал. Я был всего, получается, ну, за исключением Кубани. На Кубани я, по-моему, везде был, во всех городах, какие там есть, и Станицах, во многих был. За пределами Кубани я был, по-моему, в 53-х российских городах. Да, сейчас надо посчитать. Ну, это я когда-то считал, потом забыл. Ну, по-моему, 53 у меня получалось в последний раз. Надо посчитать, да. Да, так что бывал, 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 бывал. Что, значит, слушатель наш живет вне МСК, говорит, вот админ прав, он прямо сейчас сидит, пьет и одновременно отстреливается от диких собак. Вот, так что, как бы, вот есть вот правильные слушатели стрима, которые вот правильные вещи говорят, подтверждают. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, вам следует познакомиться с Михаилом Пожарским. Вот, да, он тоже по поводу диких собак имеет свое собственное мнение. Очень интересно, да.